К 2013 году Краснодарский край сможет полностью обеспечить теплоэнергию. Об этом заявил губернатор Александр Ткачев во время рабочей поездки по объектам энергетической системы края. Начал глава региона с осмотра выставки современных альтернативных технологий. О настоящем и будущем Кубанской энергетической системы Борис Максудов. Каждый экспонат на этой выставке работает на альтернативном топливе. Завтрашний день российской энергетики. Передовые разработки, которые пока не получили распространения в нашей стране. Светодиодные лампы, ветрогенераторы, кондиционеры и даже целая система отопления, работающая на солнечных батареях. О каждой новинке губернатор подробно расспрашивает разработчиков. Вот этот котел работает на древесных отходах. Такое тепло не только дешевле, но и экологичнее. Для России большое богатство, газа нет. Но с другой стороны, это подавляет другие альтернативные виды источников энергетики, которые более дешевле. И здесь и ветровая электроэнергия, и ваша технология должна применяться в широком, в массовом порядке, потому что это обеспечивает себестоимость, прежде всего, в плату за энергию. Энергосберегающие технологии – это будущее. Турбинный зал Краснодарской теплоэлектростанции пока настоящее. Это оборудование устарело, его устанавливали в середине прошлого века. Ресурс выработан в 3-4 раза. При этом главная ТЭЦ Кубани по-прежнему обеспечивает электроэнергией и теплом каждую третью кубанскую семью. Как только мы увеличим мощность 2 раза, практически, и город Краснодар – это один из самых энергодефицитов городов и территории нашего края. Может совершенно уже вынадрожить свои мощности и возможности. Увеличить мощность Краснодарской ТЭЦ призвана масштабная реконструкция. Александру Ткачеву показывают строительную площадку будущей парогазовой установки. Она увеличит мощность станции сразу на треть. Сейчас на Краснодарской ТЭЦ заканчивается монтаж уникальной парогазовой установки. Благодаря современным технологиям она сможет обеспечивать электричеством и теплом не только краевую столицу, но и олимпийские объекты. Планируют, что через несколько лет на этом экологически чистом топливе будет работать вся Краснодарская теплоэлектростанция. Таких передовых эффективных энергоустановок в России еще не строили. Технологии – японские оборудования ведущих отечественных заводов. Планируется, что новое сердце электростанции будет запущено уже в апреле следующего года. Лет через пять еще. Мы можем еще думать о том? Ну, если, 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 как там вот... Ну, знаешь, с учетом развития. А край прибавляет каждый год 70%. Если, 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 если такое, такое, такое будет, тогда мы считаем. Мы готовы делать? Я, я вас уверяю, что с учетом, что я сегодня по всей территории. Просто будет. Если, 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 5-7 лет. Мы готовы. На встрече с энергетиками реконструкцию Краснодарской ТЭЦ губернатор называет стратегической задачей. Спрос на новые подключения на Кубани растет в три раза быстрее, чем в среднем по России. Обеспечить такой экономический рост своей энергии нужно в самое ближайшее время. Ведь дефицит энергии сдерживает строительство, развитие курортов и новых производств. Александр Ткачев называет это энергетической удавкой для региона. Если у нас не будет собственной генерации, собственной избытка электроэнергии, тепла, то все эти планы, они просто ничто, ноль. Нужна системная продуманная работа по развитию собственной базы генерации, по модернизации сетей и подстанций, по применению альтернативных источников энергии. И, конечно, совершенно очевидно, что энергетика не должна быть ни в коем случае таким элементом, сдерживающего фактора развития нашей экономики. И наши тарифы должны быть доступными. На Черноморском побережье полным ходом идет строительство четырех современных электростанций. Помогла Олимпиада. Все они экологически безопасны и высокоэффективны. Проектируется пятая в районе Новороссийска и сразу два мощных ветропарка. Такое масштабное обновление уже через три года должно сделать Кубань энергетически самостоятельным регионом. В крае генерируется 35% мощности от того, что потребляет Краснодарский край. Губернаторам поставлена задача реализовать инвестиционные проекты, которые позволят выйти на энергонезависимость в целом. И для этого очень много делается. Новый импульс должны получить также альтернативные источники энергии. Причем губернатор призвал внедрять новые технологии не только энергетиков, но и жителей края. К примеру, замена привычной лампочки накаливания на энергосберегающий – уже маленький шаг к большой модернизации. Экономически сильные страны, Европа и Америки, перешли на более экономный режим. За счет внедрения технологий. Не только на большие производства, но и в каждую семью, в каждый дом. Хочу обратиться к жителям края, что если мы перейдем и будем переходить на другие альтернативные виды, это сохранит, во многом сэкономит и ваш семейный бюджет. В крае сегодня работают сразу несколько энергокомпаний. Александр Ткачев подчеркивает, здоровая конкуренция – залог динамичного развития. А энергетическая независимость со временем позволит говорить о снижении тарифов на электроэнергию. Борис Максудов, Артем Рикутин и Валерий Пятов. Новое телевидение Кубани, Краснодар. При разработке проекта по строительству новой парогазовой установки генеральным подрядчиком группы Е4 была учтена потребность региона в увеличении не только электрической, но и тепловой мощности станции. Это обеспечит теплоснабжением дополнительно около 200 тысяч квадратных метров жилья. Поставщик основного оборудования – компания «Митсубиша». На данный момент на площадке строительства задействовано около 400 рабочих. Полным ходом идет монтаж металлоконструкции, газовой турбины и генератора. Уникальное оборудование, которое до сих пор в России не использовалось. Что касается газовой турбины, это самая современная японская турбина. В мире насчитывается 2-3 единицы всего в эксплуатации. Эта турбина, по своим характеристикам, лучшая в мире сейчас. Уже введены в эксплуатацию два мостовых крана грузоподъемностью 150 тонн в машинном зале главного корпуса. В этом проекте впервые в России применяется самое современное и высокоэкономичное турбинное оборудование. Оно позволит повысить коэффициент полезного действия в несколько раз.